Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Очень многие из СМИ вчера написали о том, что портниха, подруга Пугачёва, Любовь Аксёнова, дала интервью, рассказала много интересного. В частности, она говорит о том, ну и это соответствует последним публикациям, Левшин, гитарист, с которым она проработала тридесятка лет, Любовь Аксёнова. То есть те люди, близкие, которые могут делать какие-то заявления, которые будут публиковать в СМИ. Очевидно, что на Кипре здоровье совсем её подводят, ей нужно возвращаться и, с моей точки зрения, это подготовка для возвращения. Их разводят с внесённым в перечень физлиц, исполняющих функционально странного агента на территории СМИ Галкиным. Разводят в каком смысле? Информационно как бы разводят, по разные стороны, для того, чтобы она могла приехать, очевидно, с детьми, потому что выхода у них другого попросту не остаётся. И вот, впрочем, давняя подруга Пугачёва и портниха Любовь Аксёнова вдруг вспоминает, что она с самого начала знала, почему Пугачёва решилась эмигрировать не из-за сильных чувств к Галкину, как это многие на агенту Галкину говорят, а совсем по другой причине. «Фиг с ним, с этим Галкиным», — говорит Аксёнова. «В сердцах восклицает она. Она же понимает, Пугачёва имеется в виду, что у них двое детей. Ей надо было в первую очередь о них думать. Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец, и он должен воспитывать их. Мало ли что с ней завтра будет. С кем дети останутся? Вы думаете, она верит в своё долголетие? Не очень верит. У неё же куча болячек». То есть, понимаете, друзья, идёт такая информация по многим каналам от многих людей, что не из-за Галкина. Вот она где-то кому-то сказала, что «Да зачем же я повелась на него?» Или вот Аксёнова говорит «Да она из-за детей поехала». То есть, ощущение складывается такое, что делает такую вещь, что она, дети, Галкин отдельно. Думаю, что это делает специально моя точка зрения. Может быть, и нет. Чтобы ей проще было приехать, меньше было осуждения, потому что она привезла детей домой. Вообще, на самом деле, конечно, в принципе-то это правильно. Только прежде чем уезжать, прежде чем в 2014 году на новой волне одеваться в цвета флага сопредельного государства. Пугачевой, посмотрите, ещё раз повторяю. Прежде чем делать все эти заявления, надо было, конечно, о детях подумать в первую очередь. Дети-то маленькие. И скитаться о детях, о своём возрасте, о том, чтобы как можно больше времени ещё успеть провести с детьми, хотя сам факт, скажем так, наличия сейчас этих детей, я не очень понимаю с точки зрения, я имею в виду, как сказать-то, ну, в общем, всё, что он более молодой, она еле ходит, дети видят, что там мама... Ну, понимаете, да, то есть это как вторая жизнь. Торбакай-то она одна жизнь, потом вторая опять. Маленькие дети. Вот если дети-то, дай бог здоровья, всего хорошего детям, о чём говоришь. Я имею в виду, что сама вот эта вот вся ситуация, этот человек живёт, и он решил как бы вторую жизнь прожить заново. Снова дети маленькие, снова муж молодой. Но, конечно, это всё вызывает большие вопросы. Для меня, как сказать, может, неправильно выразиться, ценности как бы я не понимаю эти все. Но богатых свои причуды что-то сделаешь. И вот я думаю, что, конечно, в ближайшее время состоится какой-то такой, наверное, не знаю, хотя хотелось бы, конечно, чтобы всё-таки эстрада, ещё раз повторюсь, это была эстрада, творчество, творчество, и явление Пугачёвщина, которое я так назвал, это шоу-бизнес, где связаны телевидения, продюсеры, там тэ-тэ-тэ-тэ, они пропихивают, чтобы оно, его не было, чтобы его не было. Но у них, наверное, вопрос уже не в этом стоит, вопрос стоит для неё, наверное, выживаемости, потому что поэтому она рассказывает, что она болеет. Друзья, что вы думаете на сей счёт? Пишите в комментариях, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. А у нас сейчас интересно, откровение, да, откровение, что это как бы они не из-за сильных чувств. По-моему, у нас абсолютно большинство в стране людей, и так я это в комментариях читаю на своём канале, на других каналах, так пишут, что это был договорняк, потому что он света неба, и как бы люди, по-моему, для них не открытие сейчас, не больших чувств. В общем, не знаем. Друзья, что вы думаете на сей счёт? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закреплённом, комментарий в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников, новости из разных источников, политика с моими комментариями, всё самое интересное в одном месте. Телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Друзья, обязательно подпишитесь на канал Будда Гришна на платформе РУТИП. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.